Даня, что такое энтропия? Мера беспорядка. Что это вообще значит? Вообще понятия не имею, это популярный какой-то термин, популярное определение. Если спросить любого человека на улице, тебе так скажут. Дай бог. Всем привет, я купил на Алике двигатель стирлинга, они не заплатили за рекламу. И это устройство поможет нам понять, что такое энтропия. Для этого надо разобраться, в чем физика процесса, как этот двигатель работает. Но на самом деле все очень просто. Что-то снизу должно нагреваться. После этого воздух, который находится у нижней пластины, он будет расширяться и толкать вот этот маленький белый поршень. После этого будет происходить прокрутка. Газ из-за черного поршня будет выдолвлен вверх, где он будет охлаждаться у верхней пластины. Объем суммарный уменьшится и воздух под белым поршнем сожмется. И так вот, в общем-то, он опять начнет нагреваться у нижней пластины. Так будет так вот происходить, происходить и происходить. Мы вам сейчас это покажем. Ну вот смотрите, представим работу этого двигателя. Мы нагрели до какой-то температуры нижнюю пластину. Соответственно, начинают идти циклы, начинают так вот идти-идти туда-сюда. И что делает этот двигатель? Он приносит теплоту от нижней пластины в верхнюю пластину. Нижняя остывает, а верхняя нагревается. И так будет происходить до того момента, пока разницы температур между ними нет. То есть, если смотреть на физику процесса, этот двигатель не то, чтобы тратит какую-то энергию в том смысле, в каком мы его понимаем, потому что у него нет какой-то камеры внутреннего сгорания, как у двигателей внутреннего сгорания. Он работает за счет того, что есть какая-то разница температур между двумя пластинами. Ее нет, он работать не будет. Она есть, он будет крутиться до посинения. Я думаю, что эта иллюстрация должна помочь. Нижняя пластина нагрета, а верхняя, соответственно, более холодная. И все, что делает этот двигатель, это переносит теплоту от более нагретой пластины к менее нагретой. Если предоставить вот такую вот систему самой себе, то все температуры в итоге выровняются, и он перестанет работать. Почему так происходит? Ну, в общем-то, это содержание нулевого начала термодинамики. Любая предоставленная самая себя система приходит в состояние некоторого равновесия, где все температуры выравниваются. При этом, что важно, что в обратном направлении само по себе это ничего пойти не может. Из вот такого выровненного состояния вот в такое система не перейдет. Энтропия это мера рассеянности энергии. То есть важным в итоге оказывается не сама по себе энергия, а именно то, что она сконцентрирована на нижней пластины, если быть более конкретным. И неужели не существует какой-то физической величины, которая за это отвечает? Она существует. Это энтропия. Энтропия это мера сосредоточенности энергии. Если энергия сосредоточена, скажем, на нижней пластины, то энтропия низкая. А если она рассосредоточена, рассеяна по двум пластинам, между которыми температура выровнена, то она вообще максимальная. И никакие процессы сами по себе не идут. Поэтому мы говорим, что все процессы во Вселенной идут с ростом энтропии. Потому что энтропия и задает направление этим самопроизвольным процессам. При этом энтропия не является мерой беспорядка в системе. И мы хотим показать это на опыте. Для этого нам понадобится бутылка воды, обычной, из-под крана. И масло, золотая семечка. Это тоже не реклама, не обязательно покупать. Сейчас надо аккуратно, сейчас надо аккуратно. Так, давайте сразу заметим, что масло стремится подняться наверх. А теперь фокус-покус. А теперь ждем. Итак, прошло какое-то время, на самом деле всего несколько минут. И что мы видим? У нас была система абсолютно разупорядоченная, полный хаос. Мы перемешали масло и воду. А теперь у нас абсолютный ровный порядок. Масло сверху, вода внизу. Хотя система была предоставлена самой себе. Что же это значит? Энтропия упала, что ли? Нет, она, конечно, возросла. Просто энтропия не является мерой порядка или беспорядка в системе. Она является мерой рассеянности энергии. И энергия, в каком-то смысле, конечно, рассеялась. Нам обычно рассказывают в школе, что с ростом энтропии возрастает беспорядок системы, хаос. И все самопроизвольные процессы должны идти в... Устремляться в какой-то хаос и беспорядок. Но вот этот процесс, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует, что это не всегда так. У нас изначально была очень беспорядочная система, где молекулы масла и воды были перемешаны. А потом она превратилась в красивую порядочную систему, где сверху масло, а снизу вода. Поэтому правильное определение энтропии – это как мера рассеянности энергии. Или, иначе говоря, мера сконцентрированности энергии. Определение энтропии через порядок и беспорядок – оно некорректно. Оно не дает вам никакого понимания, а только мнение, что вы понимаете. И вы можете разговаривать, например, о том, что у вас в комнате какой-то беспорядок, и это, мол, энтропия, все. Но на самом деле это все реально про то, насколько сконцентрирована, сосредоточена энергия. Если она раз сосредоточена, то ничего работать не будет самопроизвольно, энтропия максимально. То, что энтропия возрастает – это фундаментальный закон природы. Все процессы самопроизвольно должны идти с возрастанием энтропии. Они будут к этому стремиться. Это то, что мы наблюдаем. В принципе, можно это обобщить даже на всю Вселенную. И это будет значить, что все тепловые процессы во Вселенной, скажем, которые идут внутри звезд и освещают наш день, они пройдут, и после этого наступит какая-то смерть, тепловая смерть Вселенной, в которой никакие процессы не будут самопроизвольно идти. Это, конечно, такая гипотеза, и даже ее наступление отложено на очень дальнее будущее, но это пока самое лучшее, что ученые думают о судьбе Вселенной в целом. Еще раз, этот двигатель работает за счет того, что он просто рассеивает энергию, иначе говоря, увеличивает энтропию. Это значит, что ему нужно для работы только поддержание разности температур. При этом совершенно не обязательно нагревать низ, можно охлаждать вверх. Это значит, что этот двигатель принципиально может работать за счет льда. На льде или на льду. И мы хотим попробовать это. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и самое главное, распространяйте в соцсетях этот ролик. А сейчас смотрите за тем, как этот двигатель стирлинга работает, использует только лед для своего вращения. Субтитры сделал DimaTorzok